Вопрос такой, что человеку приходится бороться каждый день с болезнями, начинаешь молиться и говорить слово, и эти болезни проходят, но затем, через некоторое время, опять приходит какое-то другое искушение, может быть, немощь какая-то, и вопрос, почему это постоянно происходит? То есть это что-то не так? Ну, это такой, знаете, тоже непростой вопрос. Я вообще заметил, что на некоторые вопросы очень сложно однозначно ответить, потому что на некоторые вопросы, чтобы ответить, это надо, наверное, 5-6 часов. Ну, потому что столько граней, знаете, столько может быть причин, и пусть, конечно, Дух Святой поможет мне сейчас, может быть, уловить эту причину. Я скажу так, что на самом деле, да, иногда, когда вот такие искушения, одно за другим искушение, да, это может быть уже как такая определенная твердыня, когда человек, борясь с чем-то, подсознательно ожидает, что что-то опять будет. Вот я встречал таких людей, знаете, которые, вот, верят, что у них какие-то пустыни будут, что какие-то трудности, что всякими скорбями надлежит войти в царство. И реально, да, они как бы уже настраивают свою веру, да, ну, на то, что с чем-то им постоянно надо будет бороться. Это одна, может быть, причина. Вторая, может быть, причина, что, может быть, все-таки не стоит на некоторые вещи вообще обращать внимание. Знаете, дьяволу в чем-то нравится, когда кто-то с ним постоянно борется. А надо понять, что Иисус его уже победил. И наша борьба в чем заключается основная? Стоять в том, что Господь уже дал, и некоторые вещи надо просто игнорировать. Понятно, что ты, например, там что-то у тебя потянуло, где-то что-то заболело, и понятно, что ты говоришь слово туда. Ты говоришь, раны в Иисусе есть целеон. Это все ложь, я разрушаю эту ложь. И, знаете, как, вот я тоже видел, что некоторые люди думают, что чем больше молитв, тем, как бы, ну, тем лучше. Или, например, если кто-то подходит, у него рука болит, ну, такая короткая молитва нормально. Но если плечо болит, то ты уже как бы издеваешься над ним, короткая молитва. Это же уже плечо. То есть молитва должна быть длиннее. Но если нога, то это хотя бы 10 минут. Тоже вообще. Ты только меня тасоварь. Поэтому, смотрите, это опять-таки, то есть вот это наши такие понимания. То есть мы как будто считаем, что Господу здесь легче, тут ему трудней, а здесь он как бы говорит, давайте, ребята, через три года. То есть не надо вот на такие вещи настраиваться. То есть я вообще считаю, что молитва, вера – это короткая молитва. Ну, понятно, что кто-то, вообще-то у каждого свой дар. У кого-то в духе он долго промаливает, да. Поэтому я иногда, знаете, смотрю, что некоторые верующие верят, что вот, что чем чаще они помолятся, да. Нет, тебе надо просто принять. Принять, да. И как бы ходить в этом. Особенно есть люди, которые реально, они стараются жить святой жизнью. У них все нормально, как бы, да. И как бы нет никаких причин переживать о чем-то или не доверять Господу. То есть просто стань в вере, да. Может быть, не обращай внимания. Делай то, что ты обычно делаешь. Ну, может быть, некоторым, конечно, возможно, надо сходить к врачу. Ну, потому что, смотрите, вера – это не то, что ты искусственно придумал, да. Может быть, не достает веры. То есть… А еще бывает так, что дьявол, он искушает, и на самом деле там нет никакой причины. Но так как ты не пошел к врачу, да, ты сам себе надумываешь причину, а дьявол тебе еще помогает. Человек пошел к врачу, там, ну, вообще ничего нет. Человек успокоился, и все у него прошло. Это я даже помню, даже, да, я не хочу сейчас конкретно, даже знаю здесь, какого-то могу назвать, у кого что-то болело, пошли к врачу, там ничего нету, успокоились, и все перестало болеть. То есть есть такие случаи, да. Поэтому я, например, не хочу, чтобы мы слишком много давали такой какой-то способности дьяволу. Все-таки Бог, он сильнее. Поэтому тому человеку, который написал это, я скажу, что больше не будет никаких таких искушений. Господь целит все. И просто, просто успокоиться. И знаете как, еще есть вот такая религия, когда, например, человек, он впадает в такую крайность вторую, что он уже не делает никакие свои дела домашние, он постоянно пребывает в молитве, в духе, там вот это, потому что ему кажется, что как только он ослабит эту хватку, дьявол тут же как бы начнет ему какие-то козни. Это опять-таки вот это религия. То есть делай все свои дела, живи такой нормальной жизнью, молись, в то же время читай. Просто живи. Некоторым стоит кинокомедию какую-нибудь посмотреть, хорошую иногда. Ну не знаю, это сейчас, скажем, пастор уже вообще какой-то недуховый стал. То есть иногда душа, она просто такая, знаете, в таком состоянии, когда человек не отдыхает. Ну умственно, да, эмоционально. Надо просто посмеяться. Я рассказывал вам случай, это реальный случай, когда одному человеку поставили диагноз. Ну он неверующий был человек. Это непридуманная история, это реально. Там фамилия, имя есть, все у этого человека. Поставили диагноз, там какой-то, и вот ему все хуже, хуже, хуже. Врач ему говорит, ну вот депрессия тоже приводит, с таким проблемой. И он просто такой логически подумал, думает, если депрессия приводит к таким, ну, симптомам, последствиям, да, то может быть обратно я себя буду радоваться, то будет все нормально. И он уже в комнате, он уже даже кушать там не мог. И он попросил, чтобы его родные принесли ему коллекцию самых смешных комедий. И он год слушал, и они только слышали, он там хохочет, смеется на всю комнату. Закуртан полностью выздоровел. Полностью неверующий человек. Поэтому, знаете, когда человек постоянно в таком тоже переживании, это тоже ненормально. Ну, опять-таки, можно помолиться, если это происходит постоянно, можно помолиться, может быть, Господь покажет что-то так же, если, например, то, что я вот ответил, если оно не коснуло сердца, и кажется, ну, или лично подойти. То есть лично подойти, может быть, ну, вообще-то, да, вообще-то, надо просто встать на слово, да, и, наверное, если уже так оно периодически, с какой-то такой периодичностью, то просто, ну, просто не принимать и все. То есть встал, ты веришь, и ты как бы уже не зацикливаешься на это. Смотрите какие-то проповеди об исцелении. Это тоже важно, потому что вера, это не просто, что однажды ты поверил на всю жизнь, ты постоянно возрастаешь в вере. Поэтому, наверное, еще добавил пункт, слушать какие-то проповеди о вере, об исцелении, читать слово Божье, о вере и об исцелении.